Запомните эти даты. И гордое знамя Балтийского флота пусть останется в вашей памяти. Глава советского правительства товарищ Косыгин здесь, в морском городе Балтийске, поздравил военных моряков с замечательным праздником. Балтийский флот награжден вторым орденом Красного Знамени. Контр-адмиралу Михайрину выпала высокая честь принять награду Родину. Но ее принимают все, кого Балтика прислала сегодня в этот зал. Ветераны 28-го года, добывавшие флоту его первый орден, и те, кто добывал орден второй. Снова взглянем на знамя Балтики. Это о нем, говорит главнокомандующий военно-морскими силами адмирал флота Горшков. О грузной, доблестной славе людей, прошедших под этим знаменем сквозь сражения гражданской и отечественной войны. О мирной службе балтийцев, всегда готовых дать отпор любому врагу. Вот оно, наше мирное море. И корабли на нем изготовлены совсем не к бою, а к праздничному параду. Пусть молод матрос, и не бился он с фашистами под Ханко, но гордость отцов его гордость. Более 1200 кораблей потеряли гитлеровцы от огня балтийского клуба. Эта цифра приведена так, к случаю. К тому случаю, когда кое-кто снова захочет проверить нашу морскую мощь. А пока председатель Совета Министров и другие почетные гости флота присутствуют на торжественном параде. И бескрайнее небо над громадами кораблей, полное ветра, чаек и радости, далеко-далеко разносит и эту праздничную музыку, и громовое матросское ура. Так далеко, что слышит Балтику и вот этот старенький бронекатер, стоящий сейчас у причалов морского клуба ДСА в Калинине. Иван Григорьевич Шеленговский, военный моряк, нынче в отставке. Но не зря привел он девчонок и мальчишек в день флота на эту палубу. Вглядись в прошлое юности. Сквозь полет клубных скутеров увидишь ты былые атаки бронекатера, воевавшего на небе. И в его честь подняла эти флаги Волга. А на Балтике продолжается праздник. Они счастливы, люди нашего флота, тем, что Родина так ценит, любит и совершенствует его. Могучие крейсеры и ракетоносцы, атомные подводные лодки и многие другие современные корабли несет на своей груди Советское море. И потому так спокойны и уверены лица этих парней. Да, непросто и нелегко овладевать сложнейшей техникой. Но сегодня моряки рапортуют. Каждый час у нас на учете для овладения знаниями. Ура нашему празднику! Ура и нашему плотскому труду! В эти же дни Орден Красного Знамени украсил боевой стяг Северного флота, также награжденного за заслуги в войне с фашизмом. Орден Североморцан вручил член Президиума ЦК КПСС, секретарь Центрального комитета партии Шелепин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры делал DimaTorzok Командующий Краснознамённым Северным флотом адмирал Лобов. И снова ликуют моряки. И снова радостью полно неба.